Мы такие имеем главы муниципальных образований и говорим о том, ну, основные факты успеха. Это может быть, вот, включение инвесторов, это может быть, что вы делаете, чтобы действительно город был лучше. Все-таки повышение инвестиций. Молодой надействия, да, бизнеса, власти, вот этих связок. Ну, вот, просто вот, что вам хочется, чем поделиться, что увидят другие главы. Ну, в первую очередь, безусловно, поставлена задача сделать город успешным, да, поэтому мы разрабатываем несколько стратегий развития, ну, кластеров, скажем, по кластеру. Мы направили по-другому времени, да. А какие? Получается, первое, когда мы начали разрабатывать, мы увидели, что в городе нет взаимосвязей между предприятиями, крупных предприятиями. Это, конечно, большой минус, и поэтому мы пошли таким путем. Какие-то подмежки для наследия? Да, вообще нет. То есть они не знают друг от друга, что происходит, так происходит, как же это одно предприятие в вообще городе. То есть друг от друга ничего никого не было известно. Я приду решение тогда сделать себе директору крупных предприятий. Выбор предприятий, где численно с работником более 600 человек. Ведение фельд я сразу увидел из этих солнцез, этих людей между собой вообще не между собой. Такой полк директоров? Он существует, а мы собираемся раз в месяц, раз в полтора месяца, собираем для того, чтобы они пообщаются, чтобы они поделились своими проблемами, а только своими достижениями. Как прошел дальше? Когда к нам приезжают и в современные директоров, я собираю клуб, вот именно, ну это соединенные директоров, и голова общается с ними. И очень много их проблем, которые они могли решить даже в следующие годы, тоже в телефоновом режиме решалось. То есть для них это очень большая помощь, ну реально очень большая поддержка. В дальнейшем уже таковой кондиционерной связи предприятий нет, что удивило. Мы стали делиться сварщиками. Ну это предприятие, я думаю, это сварщик. Когда не загружено сварщиками одного предприятия, необходимо поддохнуть работу в другом предприятии. На уровне главных инженеров есть эта связь, которые берут на неделю, на две, берут какие-то бригады и выполняют работу. Для меня зашло плюсов, когда люди не в простое, а получают зарплату, для этого находятся свои трудновые ресурсы. Почему ты должен сурсов поменять? Для меня в органы разобрали 46% пенсионеров, это очень улучшает пенсионерную проблему. Чуть-чуть на кромочке. Чуть-чуть на кромочке. Пенсионеры, да? Да, именно пенсионеры. А социально, так скажем, обеспечиваем до 70%. Вот, поэтому это очень глобальная проблема, в трудных ресурсах это нахватка, но очень сильно сказывается. Следующий, конечно, шаг будет, мы пошли в те же путем, каждое отношение, это был создан медицинский совет, у меня 12 медицинских учреждений в городе, и мы увидели, что также нет определенной коммуникации между нашими лечебными учреждениями. Де-юр они нам, конечно, не подчиняются, а де-факто они обслуживают наших людей, поэтому мы на них обращаем очень большую внимание. Мало того, мы готовы оказывать какую-то социальную помощь, для того, чтобы их обслуживали некачественно, обслуживали свои люди. То есть, когда они себя чувствовали более комфортно. Получается, вот эти классы промышленные, социально-фактосинфицированные, и еще какие-то... Следующий, это культурно-исторический класс. Мы собрали всех наших, действительно, музеев, заповеднили. Это не только государственные предки, это и частные структуры. Это люди, которые организуют воскресенье. То есть, мы попробовали их собрать воедино. Не для того, чтобы они разрознаны, каждый день договаривался, и нами уже, скажем, на финишном прямой карта гостя. Карта гостя, это любой желающий может ее получить. Яблот, определенный спирт для посещения домовинного музея, туда же, например, для рестораторов наших, гостиничных, в конкурсе, когда человек может получить одну информационную услугу, какую-нибудь посреди самовуслугу, то есть, выбор из-за них, как вы говорили, она получит карту, получит информацию, гости города может определиться, где ему остановиться, где поставить машину, где ему питаться, где ему отдыхать, что ему посетить. Да, и все это он будет иметь скидку. То есть, самая главная наша задача, если сейчас, это популярный город, его, так скажем, проинформировать о его, так скажем, жизни деятельности, потому что город уникальный, но про него, к сожалению, никто не знает. Ну, очень мало. Ну, вот в Торейсе, да. Самый древний, в Казахстане, город-герой, то есть, таких статусов больше нет ни в одном другом городе, просто нет, не существует. Мало того, я же говорю, много исторических памятников сохранилось по сей день, на территории города. Как третий класс, так вот. Да, совершенно верно. Его надо просто, благо, все, выделяйте, соответственно, на восстановление. Как мы только восстановим, я все. Федеральный правитель. Я уверен, целевые программы, я вас уверен, я вот эти все, там, Афины, Рим, они практически по меркам. Это исторические ценности, то, что есть в качестве. А вот этот совет директоров, который промышленных предприятий, помогает ли, может быть, и для этого инструмента, с точки зрения взаимодействия с инвесторами, возможно, какие-то еще есть у вас такие фишки про инвестиционную привлекательность? Безусловно, инвестори, которые заходят с производством и для обеспечения производства, мы собираем директоров, мы с них собираем информацию, что им необходимо. Допустим, у нас были поставлены задачи, нет трудовых ресурсов. Мы уже с вами поговорили, да, мы пошли, как и можно, людей привлечь в город, уже молодежь не только, и мы с вами создаем, а еще и привлечь извне. Это раз. Второе, производство, те, которые у нас есть по обеспечению, так скажем, предприятия, которые обеспечат эти производства, привлечь и сделают это производство на территории города. Мы еще и инвестор, мы готовы отправить на все действия не только как городская администрация, но эти заводы, они заинтересованы в следительстве нового производства которые будут, скажем, снежные, помогать вторичное сырье производить, но сами инвестиционные это не хотят делать. Да, но они готовы оказаться действием на местах, которые будут заходить. И ряд этих мест, которые мы даже подъявили, сколько инвестиционный климат нас привлекает. То есть мы им обеспечиваем, наверное, самое главное, с чем они столкнутся, с какой проблемой, это отсутствие коррупции. Они до сих пор не верят, говорят, круглый клубок, говорят, можно. Но, кстати, они не верят, что в администрации нет коррупции. Да, да, да. Я говорю, не может, я говорю, может. У нас до сих пор договоры по аренде земли, они подписаны год на 2 и 3. Я говорю, пожалуйста, подписывайтесь на 49. То есть это ваше желание. Люди смотрят и удивляют, говорят, нет, такого не бывает, дайте хотя бы на 20. Ну, то есть этот менталитет он присутствует, его надо немножко изменить. И я думаю, что... В дальнейшие шаги, действительно, что бы вы сейчас делали, в дальнейшие год, два, три. Что касается сейчас непосредственно администрации, это открытое управление. Что я сделал? Не единолично принятие решения. Мной был создан городсовет. Городсовет в селе города. При главе была туда, в основном, большую часть этого совета, это не работники администрации, это архитектурный город города. Для того, чтобы получить четкую информацию, что нам надо и как нам надо дальше жить. Мы созданы сейчас инженерный совет. То есть это мы смотрим, сколько коммуникаций, где, куда развиваться. О чем я говорю? У нас на территории несколько филиалов купол. Это Крымэнерго, это водовода Крыма, это газовые сети. Сети филиалов, они получают денежные средства из бюджета республики. Ну, или филиалов, северные программы. И пытаются, каждый сам себе куда-то их положить в город. Понимаем, у кого эти филиалы, это, на самом деле, самые тонкие места. Но эти тонкие места никаким образом не ведут на рынок. В координации, а именно, да. Вот этот инженерный совет, который был создан, он красивый, это обеспечивает. Мы собрали всех ресурсов на нашей территории. Они в курсе всех наших планов развития города. Это очень важно. И, соответственно, мы их федеративные программы совмещаем в айдию. То есть, если у нас планируется строительство кластера, то мы понимаем, и у меня поднём, то есть вода, канализация и газ, то мы эту федерацию программу разворачиваем, и помогаем инвестору в пункт-сети. Это, конечно, привлекательная сборка, значительно увеличивает этого региона. И со структурного расчёта, это действительно как заходы получают вводы. Ну, вот это инженерный совет. Если у нас заход какой-то подрядчик напоминал той или иной федеральной федерации левого подрада, мы обязательно с ним ознакомимся. Мы у нас в седании ежедневно, и он будет туда приглашён. То есть у подрядчика возникает возможность в одном совещании пообщаться со всеми ресурсниками, в том числе и с администрацией, со всеми заоперационными лицами. И мы вопрос подрядчика решаем в одном месте. Ему не надо били по каждому управлению, где нас сейчас с каждым главным инженером, и так далее добиваясь. И держим это на контроле. Если видно, что у наших ресурсников не получается по той или иной причине, мы помогаем в плане того, что обращаемся с вами, где нас, безусловно, зашли на исполненную забирацию права, не мучаем для меня вот такой системы, которую мы организовали в городе. Я считаю, что наша задача не найти бизнес, а сделать для него в определенном условии, а он сам придет. А наша задача максимум притянуть и отобрать тех, кто нужен в городе, более рационально. Вот такая задача для демонстрации. На форуме вы делали какие-то встречи, какие-то у вас здесь завязались может быть контакты, вот как-то в эту площадку вы использовали? Да, мы ее использовали, у вас проведены ряд встреч, из них две, я считаю, очень продуктивные и мы на следующей неделе ждем уже представителей, которые будут смотреть наше землейное участок, на инстакции и возможность организации производства на нашей территории. Я думаю, что у нас все получится и этот площадь для развал очень эффективна. Спасибо. Спасибо.